Ленинградская область Велоспорт Юный чемпион Антон Фтюрин Завтра он будет еще быстрее Волейбол главный тренер Динамо Олег Согрин Учит так, как учил Платонов Конечно, я использую многое из того, что я слышал, слушал, запоминал, записывал Пауэрлифтинг Сотрудник МЧС Алексей Кузьмин Один из самых сильных людей на планете Все под контролем И водное поло Призер Олимпиады в Рио Надежда Глызина В одну воду можно войти дважды Так должно было быть Как-то вот меня немножечко отодвинула жизнь от спорта А потом сама придвинула Итак, сегодня о героях спортивной жизни Ленинградской области Едем в Кириши, где ватерполистка Надежда Глызина побеждает вместе со своей командой Кеневсургут-Нептегасы, где висит ее бронзовая олимпийская медаль Глызина уходила из профессионального спорта, но полтора года назад вернулась в команду, доказала, что достойна места в сборной России и вместе с ней добилась самого большого успеха российского водного пола, начиная с 2000 года Надежда Глызина – счастливая мама и счастливый спортсмен Я даже не скрываю, что я бассейн обходила стороной Мне это было так тяжеловато сюда приходить Я забеременела и сразу сказала, что я не вернусь Я так долго поэтому сопротивлялась этому возвращению Мне очень сложно было вообще оставить и представить, что кто-то будет, а я не буду Это как вообще такого возможно? А потом как бы я увидела, что все нормально, что у меня очень, в принципе, коммуникабельный ребенок Она добрая, общительная, смешная, любвеобильная, очень любит обниматься, целоваться, поэтому это бесконечно может происходить Со мной разговаривала Натальша, моя подружка, о том, что может быть поиграть Я говорю, да нет, нет, я все время всем твердила одно, нет Потом периодически я встречалась в бассейне со всеми С Владимиром Илоничем, со Свечниковым Он мне тоже, давай, 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 давай Я, нет, нет Так должно было быть, как-то вот меня немножечко отодвинула жизнь от спорта, а потом сама придвинула Но плакала, что еще смеялась, потом опять плакала, потом опять смеялась Что вот как все не зря прошло, что это такие какие-то, ну это невероятные эмоции Радость такая, потому что ты к этому очень долго идешь И это не только вот это четырехлетие от предыдущих до этой Олимпиады Это вся твоя спортивная карьера с самого начала Когда ты пришел только в бассейн первый раз, загорелся заниматься И первое собрание, вот это когда позвали только родителей И они потом пришли домой и говорят, вот есть шанс Там, и они тебе говорят, да, и ты говоришь, да, хочу Был случай, когда я просто пошла хлеб покупать И в магазине, где я обычно покупаю хлеб, девушка, продавец, она, не знаю, знала, что я была или нет И она говорит, вот там выиграли, я говорю, да Она такая, да, здорово, как, я говорю, да, здорово, но это повезло А я ей говорю, да, конечно же, повезло Мечты, они такие большие, и я обычно их не озвучиваю Потому что, как, я не помню, кто сказал, что чего ты хочешь достичь, поменьше, об этом говори Тогда цель к тебе это придет, там, мечта твоя, она исполнится И есть, конечно, какое-то глобальное, большое Мне кажется, я как все мамы, я бы хотела, чтобы мой ребенок, кто здоров и никогда не болел Это самое главное Через несколько минут в нашей программе интервью с молодым велогонщиком из Выборга Антоном Втюриным А сейчас мы в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области Здесь работает еще один герой уходящего года Алексей Кузьмин Начальник отделения стационарных средств связи и технических систем оповещения В уходящем году он стал чемпионом Европы и в седьмой раз чемпионом России по пауэрлифтингу в весе до 83 кг На первенстве страны Алексей Кузьмин установил два рекорда 273,5 кг в приседании и в сумме трех дисциплин 771 кг Как сотрудник МЧС совмещает спорт и службу и с какой мечтой он встречает 2017 год? Если спортсмен справляется с этим весом, восстанавливает главный рекорд России Зрители, поприветствую спортсменов! Я не зацикливаюсь как бы на спорте, ну вообще капитально Спорт это мое увлечение, хобби, ну времяпрепровождение, здоровье Некоторые просто как так, что ты служишь и еще совмещаешь спорт Ну это лень человеческая, которые сами себя оправдывают, которые не могут к результату какому-то подойти Ссылаясь на то, что они работают, у них нет времени Мы тоже работаем, ну, пятидневку, там, с 9 до 6, плюс у нас еще и дежурство и все такое Мы обеспечиваем работу бесперебойно всех видов связи, всего технического оборудования Режим дня диктует служба, ну, у меня как, я просыпаюсь, еду на работу Может быть это благодаря службе тоже эти результаты в спорте, потому что это же режим А я бы о нем не задумываюсь, но он происходит Соревновательный дух очень захватывает И вообще сильным, всем же хочется быть сильным Все для твоих и тренируются, чтобы быть сильными А если это еще и получается, то это неприятно С тягощениями занятия, да, я начал заниматься в 15 лет Это, получается, был 97-й год Я просто тренировался, как и все там, ну, причем тренировался, как и все многие в подвале Ну, в качалке обыкновенной Любой старт для меня как праздник такой, ну, хотя, причем на любой старт все равно присутствует волнение А люди со стороны говорят, что почему я такой спокойный, на самом деле я тоже всегда волнуюсь Ну, как бы, волнение внутри есть, оно и должно быть, это нормальное качество человека, мне кажется Баранка, это когда ты заказываешь вес и не справляешься с ним Неприятный случай был в 2015 году на чемпионате мира в Финляндии, я баранку заработал Я считал, что я по подготовке-то все должен был поднимать и легко, но в итоге оказалось в силу, как песок с его пальца ушла и все Не понимаю, как это произошло, но вот тяжело было, и тяжело было восстанавливаться после этого, но ничего, и восстанавливался Моя мечта, ну, это не только моя, а, наверное, вообще всех пауэрлифтеров, чтобы пауэрлифтинг стал олимпийским видом спорта Потому что олимпиады, я считаю, что это вершина в спорте, выше уже всего ничего нет Это программа «Область спорта» на 47-м канале, программа о людях, которыми мы гордимся Скоро в эфире беседа с главным тренером волейбольного «Динамо» Олегом Соугриным Но сначала молодым у нас дорога, и по этой дороге на весьма большой скорости едет Антон Втюрин 16-летний велогонщик из Выборга В 2016-м он стал победителем первенства России в своем возрасте Последователь великих, например, Вячеслава Якимова Обычно юных спортсменов боятся хвалить, но когда близится Новый год, к чему эти условности? Наоборот, давайте порадуемся за того, кто выигрывает за Антона Втюрина Когда финишируешь первым, это как-то уходит на второй план, у тебя сразу улыбка на лице Такой веселый А за что ты уставший, это как-то, не знаю, забывается, что ли Детство закончилось в классе в пятом, наверное, как на велоспорт пришел Друг лучший пошел на велоспорт и меня с собой позвал В итоге он потом бросил где-то через полгода, а я вот дальше заниматься начал С друзьями там гулять, у меня времени вообще нет У меня утром тренировка, потом школа, опять тренировка, потом я думаю, прихожу и все, я отдыхаю Когда я там всякие жесткие гонки выигрываю, которые, ну, по сути, выиграть очень тяжело Они такие подъезжают с улучшенными глазами, ну, им плохо, они там отработали Они говорят, что выиграл, я такой, да Они такие, ооо, просто, ну, естественно, радость Я маленький, я вешу всего 66 килограмм и мне легче в гору финишировать, чем остальным Мне учительница по геометрии сказала, если ты золота на Олимпиаде не возьмешь, я тебе не просчитываю, что ты геометрию бросил Осталось последнее ускорение 18-й год, Кубки Европы, Кубки Мира уже за сборную России хочу покататься Вот и сейчас вроде бы туда попал, надо хорошо проехать начало сезона И тогда уже там отборка на чемпионат мира и чемпионат мира уже Как бы я живу тренировкой, мне как бы больше ничего не надо для счастья Хочу себе держать кинулую на велосипед, а это такая штучка, в которой бачок вставляется И еще один наш герой из командного вида спорта, из волейбола Теперь передадим слово Олегу Согрину, главному тренеру «Динамо» из «Соснового бора» Двукратный чемпион России в составе петербургского автомобилиста Бронзовый призер чемпионата России в составе сборной России Он был великолепным игроком, а сегодня наставник дебютанта в Суперлиге Олег Согрин – человек, от которого зависит результат Это мой первый опыт тренерский в Суперлиге Конечно, для меня это событие очень значимое Если же в общем и целом, как просто для Олега Согрина, а не как тренера волейбольного клуба «Динамо» То ничего нового для меня не происходит Я играл в Суперлиге и высшей лиге, еще и СССР Прежде всего вспоминается автомобилист, вспоминается чемпионство Этот период 10 лет оставили, наверное, самый серьезный след Да, дальше были иностранные клубы, были другие российские клубы Но все-таки автомобилист, наверное, это номер один Мне повезло работать с Вячеславом Плапоновым Мне повезло работать с Зиновьем Черным Это действительно мастера своего дела, действительно великие люди Конечно, я использую многое из того, что я слышал, слушал, запоминал, записывал Надеюсь, что что-то у меня получается воплотить в жизнь сейчас Была не очень большая, но интересная работа со сборной командой Пробиться в основном составе было тяжело Наверное, это был мой максимум тех лет Выходить на замену В том числе на подачу, на блок Завершение карьеры игрока Такой очень неприятный этап Когда вроде голова тебе говорит, что ты еще можешь поиграть А сил, особенно сил на полноценные тренировки уже нет В общем-то, как говорится, надо уйти вовремя, чтобы не стать посмешищем Посидел спокойно дома Посмотрел, что творится на улице за окном И пришел к выводу, что, конечно, остаться в профессии именно в волейболе Наверное, самый благоприятный путь Ну, по крайней мере, для меня Так получилось, что в Динамо Ленинградской области был сложный период Именно в плане тренерских кадров У меня были хорошие соперники, конкуренты, достаточно известные И очень известные тренеры российские Я очень доволен, что руководство было у меня Мне кажется, мне удалось нести некое оживление Прежде всего, в умы, наверное, спортсменов Я очень благодарен, что парни поверили мне Я, конечно, не президент С вами специально никакой тронной речи не будет Обычные пожелания Встретить теплый семейный праздник в кругу Семьи, близких Здоровья, отсутствие травм Хороших контрактов Положительные эмоции, которые спортсмены и тренеры подарили нам в 2016-м Запомнятся на многие годы Мы рассказали вам о ватерполистке Надежде Глызиной Выборжанине Антоне в Тюрине, который отдает свою молодость велоспорту Об Алексее Кузьмине, который успевает совмещать спорт и службу в МЧС И наставнике нашего волейбольного «Динамо» Олеге Согрине В следующем году мы верим, они продолжат радовать своих болельщиков А мы с удовольствием будем рассказывать об их успехах И успехах других атлетов из Ленинградской области Футбольный клуб «Тосна» продолжит борьбу за Кубок России Выход в Премьер-лигу Кирижские ватерполистки будут биться за очередное золото чемпионата страны За Кубок европейских чемпионов 47-й регион примет крупные соревнования по бадминтону, по фехтованию, по теннису А есть еще в календаре турниры по конному спорту Очень красивое зрелище, между прочим Велоспорту и настольному теннису В Северском пройдет командный чемпионат России А сегодня пришло время говорить вам до свидания Мы встретимся на 47-м канале в области спорта уже в январе 2017 года С наступающими праздниками, здоровья вам и успехов! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!